Всем привет! Это канал Миллион Абдула. Сегодня речь пойдет о марках. Их будет немного, но они будут очень интересными. Я их купил совсем недавно в клубе филателистов. Понеслась? Два маленьких альбомчика. Начнем с этого. Ой нет, лучше с этого. Здесь у нас, вернее у меня, два блока. У меня такие два блока уже есть, чистые. И есть один с гашением. Там красная печать и, по-моему, черная. И вот я увидел пару блоков с печатями с выставки, где печать немножко... там их несколько штук было печать. И вот здесь все печати, все четыре штуки, тут две и тут две. Они пицетиком, да. Они в форме вот этого гонца, который привозил почту. И оповещал, что вот, почта едет, типа. И вот тут, правда, может быть не очень хорошо видно, но это так. В 58 году было крупное филателистическое событие. 100 лет почтовой марки России. И была огромная выставка, и очень много было печати и всяких новинок. Там вот к этой выставке выпущены были эти два красивейших блока и большая серия марок. По-моему, 11 штук, еще четыре или пять беззубцовых. Филателисты очень сильно были обрадованы. Купил я недорого, рублей за 300, по-моему. Здесь даже свой клей. Ну, немножко здесь пятна. Вот когда клеевой слой попадает на какую-то... ну, лежит с какими-то марками или еще с чем-то. Там, где может быть отслаивание полиграфии, как-то так, краски и так далее, клеевой слой. Если чуть-чуть влаги, он сразу раз растворяется, прилепляется и потом раз и на себя берет эту краску. И уже ее убрать очень трудно, потому что клей водяной. Попытаешься что-то с ним делать, только хуже будет. Вот так. Так что марки из-за этого очень многие портятся. Держите их в сухости, в аккуратности и в бережливости. Второй альбом. Здесь несколько марок, которых я купил. Серия, вот эта вот, по-моему, 40-го года. Что там написано-то? 15 лет Киргизской ССР. 15 лет Киргизской ССР, да. Очень красивая серия из двух марок, коричневая, сиренево-фиолетовая. Я специально оставил ее так, как она есть, чтобы показать вам кое-что. Что здесь видите? Вот этот вот кусочек торчит бумажки, кальки. Это наклейка. Я покупаю марки с наклейками специально, чтобы определять, привыкать видеть свой клей у марки. Вот. Потому что, когда покупаешь без наклейки, у тебя не появляется опыта работы с наклейками. Что это такое вообще? Так. Купил еще две эти марки. Ну, это обычные, в общем-то. Здесь я тоже хотел показать. Здесь вот очень тонкое местечко. Вот это вот. И здесь зубчик немножко подгибается. Его, прежде чем вставлять, нужно расправить. И чтобы он не загнулся опять, марку надо заводить не просто вот так, а вот из-за марки, из-за другой вот так. Вот. Чтобы аккуратненько. Как только начинаешь вот здесь, он сразу начинает подгибаться. Видите? Так что вот я ее даже не буду вставлять, чтобы потом аккуратно вставить. Вот две марки. Будь героем. Одну мне подарили. Вот. Это главный филателлистического клуба. Я все время у него покупаю марки. Он решил мне сделать подарок. Взял, подарил. За что ему огромное спасибо. Вот. А эту марку я купил. Видите? Тут слегка просвечивает немножечко черный такой тон. Это так называемое окно. У марки есть тонкое место. Его так, может быть, и не видно. Вот видите, здесь видно, что немножко шершавенькие места. Это значит, кто-то отрывал наклейку неправильно. И вместе с наклейкой содрал часть бумаги вот с этой вот марки. Ой, она еще и трещина имеет. Ёлки-палки. Ах ты ж. Да, марка видавшая вида. Но я ее взял недорого, в общем-то. Да. Ну, пусть будет. Зато чистая, как я и хотел. Значит, смотрите, что я хочу сказать. Вот эта марка испорчена. У нее есть окно. Как же это показать? Так, но надо подсветить снизу. Сейчас сделаем. Да, вот видно. Видите, на груди у красноармейца немножко как бы светлее. Это значит просвет. Я убираю, и там пятно. И вот оно видно, что подсвечиваю немножко. Там как бы вот это называется окно. Вот так вот. И сверху марки, но здесь может быть не очень так видно, но тут тоже окошечко есть. Вот так. Это потому что неправильно оторвали наклейку. Сейчас я покажу, как это делать правильно. Вот чтобы оторвать наклейку правильно, нужно положить марку лицом вниз. А потом аккуратненько взять наклеечку вот так вот и придерживая ее вот так вот, сгибая наклейку, сгибая вот так вот, начинать потихонечку ее срывать. Сейчас я пока не срываю. Обычно люди делают наоборот. Например, вот она приклеена, и они пытаются оторвать марку вот так, сгибая ее. Так как вы сгибаете марку, в марке появляются напряжения очень сильные. И естественно, так как там напряжение, часть марки начинает отслаиваться и остается на наклейке, что категорически недопустимо. Тогда как, если вы поставите наоборот, я совершенно не опасаясь, могу сдирать наклейку вот так вот. Вот она. Все, наклейка в напряжении, и если что, даже ее рукой, и если что, наклейка, видите, наклейка пришла в негодность. Вот она, видите? И часть вот этой наклейки осталась на марке, что в принципе нам и нужно. Мы смотрим на марку, и на марке осталась часть наклейки. Мы можем ее еще удалить, немножечко вот так вот, аккуратненько поддев, но это не обязательно делать. Она мне не мешает, потому что я заднюю часть марки не рассматриваю. Я смотрю рисунок, когда любуюсь марками, я смотрю рисунок. Здесь никаких окон нет. Если дерануть марку от наклейки, может образоваться настолько сильное окно, что будет просвечиваться, а в некоторых случаях даже часть марки может быть вырвана вот так вот, и окно уже будет насквозь, сквозное. Это уже как бы все, марки Капут. Ее нужно реставрировать, это очень долго, ну, ресурсоемкое занятие, поэтому гораздо лучше делать все правильно, как я вам только что показал. Вот еще марочку я купил. Медаль лауреата Международной Сталинской премии. За укрепление мира между народами. Марка у меня такая есть, но гашеная. Вот я увидел чистую, она тоже с наклейкой. Вот сейчас посмотрим, какая здесь наклейка. А здесь наклейки нет, что-то. И клей какой-то непонятный, есть он тут вообще или нет. В клеях я не понимаю. Он-то может быть наведенный или он здесь отсутствует. Меня, в принципе, это не очень сильно беспокоит. Но я ее тоже недорого купил. Наверное, наведенный клей. Я считаю, что раз наклейки нет, значит клей наведенный. Чтобы доказать обратное, нужна экспертиза. А так, по умолчанию, наведенный клей и все. Давно я гонялся за маркой Кировский завод с наклейкой, но так ее и не нашел. Поэтому купил ее без наклейки. Вот она. То есть как бы без наклейки. Есть наклейки, на самом деле, я не знаю. Свой это клей я тоже не знаю. Наведенный, не наведенный. Ну, я в этом не понимаю. Поэтому, хоть и заплатил я и за нее как за со своим клеем, я все равно буду считать, что это клей наведенный. Потому что я в этом деле не эксперт. Чтобы стать экспертом в этой области, необходимо как минимум поработать с марками много лет и видеть разные клея. Наведенные клея, как они выглядят, чем они отличаются и так далее. Следы там от наведенного клея. Все в этом разбираться хорошо. Это марки в честь авиации. День воздушного флота СССР. Летать выше всех, быстрее всех и дальше всех. До сих пор наша авиация на высоте. По этому лозунгу живут. Я служил ВВС, поэтому мне эти марки близки. Есть две марки с надпечаткой, а это без надпечатки. У меня так сложилось, что есть одна марка без надпечатки, а одна с надпечатками, но ни то ни сё. И вот я все-таки нашел набор с наклейкой. Сейчас посмотрим. Да, наклейка здесь присутствует. Даже, вы видите, их было две. Вот одна и вот вторая. Вот вторая это из кальки, так называемая легкая наклейка. А вот если там кусочек бумажки и на просвет не видно, что это такое. Это называется тяжелая наклейка. Тяжелая наклейка может быть использована фальсификатором, который заклеивает таким образом окно, чтобы его было не видно. Соответственно, убирают очень серьезный дефект и переводят в марку в разряд одной звезды. Хотя одна звезда, так и написано, что там должна быть или легкая наклейка или след от наклейки. Тяжелая наклейка это значит не одна звезда. Но меня, в принципе, эти звезды интересуют не очень сильно. Мне гораздо приятнее рассматривать звезды на самолетах. Поэтому я не дилер марочный. Поэтому я просто исполняю свою детскую мечту. Вот еще хочу показать этот уголок. Видите, он тоненький. И здесь он немножечко так вот подгибается все время. И рано или поздно он может оторваться. Вот чтобы такого не было, нужно с ним очень предельно аккуратно. Сначала отгибаем марку вот так вот. Потом туда заводим, чтобы там такой клин был. И уже видите, я ее вставил так аккуратно. Вот. И все. По крайней мере, незаметно, что там сгиб. Он есть. Конечно, его можно разглядеть как-то там умудриться. Но зубчик присутствует и все выглядит достаточно красиво. Вот. Поэтому если будете вставлять сразу же, то вот этот вот острый край, он может вот этот вот кусочек загнуть. И лишний изгиб для марки. Это всегда плохо. И теперь вишенка на торте. Это марка. Когда я ее купил, я бы ее никогда не купил. Потому что в клубе коллекционеров есть один очень скромный коллекционер. Такой в возрасте, с седой бородкой. Такой ходит. достаточно скромный человек. Вот. Сразу понятно мне стало еще по нашим предыдущим встречам, что это не простой человек, а очень крутой коллекционер. Который очень наблюдательный и делает очень много всяких таких вещей. Ищет марки необычные. Я у него купил марки с врезкой, там, со спецгашением, что-то мне такое все время предлагал. Интересно. Я все время покупал. И по старой привычке говорю, есть ли у вас что-нибудь интересненькое для меня, там, какое-нибудь необычное. Он стал показывать. Показывал разновидности. Достаточно дорогие. И вдруг показывает эту марку. Я смотрю на нее и что-то тут не так. Потому что эту марку я очень хорошо знаю. Очень хорошо. Потом он улыбается, смеется и говорит, ну вот смотри, видишь, здесь вместо Ломоносова портрет королевы. Кто-то сделал такую шутливую врезку. Мало того, что он сделал эту врезку, он еще прогнал этот конверт со штемпелем. 1955 год. Вот здесь написано. Через почту, скорее всего. Или же просто попросил знакомую, чтобы она ему тиснула штемпель. Или сам втихаря это сделал. Или на работе. То есть работал там. Мы не знаем. И узнать, наверное, уже не сможем. Потому что 1955 год, это было 65 лет назад. И этому дядечке сейчас много лет. Если даже он был молодым человеком. А скорее всего эта марка уже ходила по рукам. Видимо, меняла хозяев. Вот эта бумага очень похожа на конверт. У меня есть конверт вот такой же. Типа тетрадной бумаги. И здесь видите кружочек вот такой. Вот он. Выцветший. Это от клея. То есть мое предположение, что эта марка была изготовлена. Ну, здесь портрет королевы. Понятно, что почта СССР, портрет королевы. Это если бы так и было, то это бы означало, что СССР колония Англии. Так вот, здесь врезано кусочек марки. Другой. С портретом королевы. Я сейчас попробую покрупнее показать, насколько это вообще в принципе возможно. Вот здесь уже видно лучше. Свет падает под углом. И видно, что эта врезка не очень опасная. Скорее все-таки юмористическая, потому что сделана не заподлицо, а скорее всего марка с королевой имеет больший диаметр, вернее окружность. Тут даже не окружность, а овал. Чем вырез на марке. И просто наложили сверху. Ну, может быть, часть стыка чуть-чуть совпала. Скорее всего, резали бритвой, старались аккуратно, но овал не очень ровный получился. Но сам факт, что пропустили это дело через почту. Все-таки это был 55-й год, уже сталинские времена прошли. Пару лет как? Ну, сталинское время таких марок, я думаю, побоялись бы сделать. И мне такое впечатление, что это молодой человек какой-то сделал. Просто приколист. Ну, лет 15-16 может ему было. Потому что если был бы постарше, он бы сделал бы намного аккуратнее. Хотя я впечатлился тем, что овал подобран достаточно хорошо. Очень даже хорошо. Он почти совпадает. Иллюзия возникает такая, что вот эта вот окружность, это как будто бы рамка, просто объемно нарисованная, как будто бы свет падает, и это рельеф прорисован таким образом. И, естественно, не создается впечатление такого, что эта вот марка, скажем, такая ненастоящая. Но только, понимаете, обычно коллекционеры ищут какой-то подвох в печати, в зубцах, даже не в надписях, а в каких-то там загогольках ослана, как говорится, и не замечают. Эту марку вот этот вот замечательный коллекционер показывал двум или трем своим приятелям. И никто из них не понял, что здесь подвох-то в том, что портрет заменен. Но так как я в детстве этой маркой любовался, прям вот зачарован был, особенно вот на почтампте, где была выставка, и там был блог, там где четыре эти марки. Я прям, у меня мозг врезал с этой маркой. Она у меня, ну, как бы из тех, которые я помню очень хорошо. Вот так. Я сразу понял, что-то в ней не так, а марка знакомая до боли. И сразу смотрю, ой, королева же, елки-палки. Я купил ее с радостью. Потом похватался, естественно, там же в клубе. И один коллекционер с такой досадой говорит, эх, если бы я ее увидел, я бы ее купил за любые деньги. Так и сказал. Потому что это реально раритет в 1955 году. Вряд ли были люди, у которых было много английских марок. Так что, скорее всего, это от сердца оторвали, испортили две марки. Вот, и сделали вот такое чудо, которое сейчас я вам показываю. Удивительная вещь, удивительная, просто удивительная. Так. Кому не рассказываю про эту марку, все просто удивляются, потому что есть чему удивиться. Марка сделана достаточно аккуратно. И главное, что вот через почту прошла. А в те годы, 1955-е, у меня есть как раз конверты. Они именно вот такого цвета были. То есть, это вырезка с конверта, скорее всего. Но я не знаю, прошел конверт почту, или просто шлепнули печать для прикола. Это мы уже не узнаем, скорее всего. Но то, что это на конверт наклеено, это 99%. Вот так. Тут еще можно предположить, что это новодел. Допустим, да, можно предположить, что марку наклеили, как-то отодвинули, как-то подвели туда вот эту штучку, сделали. А печать действительно была настоящая, и марка была настоящая. Просто могли, вот видите, здесь уголочек все-таки не проклеен как следует. То есть, могло быть и такое, что это новодел. Но печать сейчас, конечно, сделать тоже можно. Марку наклеенную на конверт найти тоже нетрудно. Или даже, может быть, печать и настоящая. То есть, несколько предположений. Одно, то, что эта марка сделана в 1955 году полностью, вот так как есть. Или это уже шутники подшутили уже в настоящее время. Потому что, сами понимаете, СССР, колония Англии, это смешно. Это смешно, по крайней мере, для меня, для человека, который помнит, как СССР, насколько нас боялись и все такое. Мы реально были. Какая там нахрен колония? Мы сами могли кого угодно в колонию превратить. Даже ту же Англию, если бы сильно захотели. Вот так. Ну, на этом я заканчиваю. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за внимание. Пишите свои комментарии. Рассказывайте свои истории. И в комментариях прям предлагайте обмен. Давайте какие-то не очень ответственные почтовые ящики. Переписывайтесь и меняйтесь. Потому что это очень интересно. И когда вы будете меняться, вы представляете, обмен это самое красивое действие в филателеи. Вы отдаете то, что вам не нужно. Получаете то, что не нужно другому человеку. И вы оба в шоколаде. Потому что вы получили то, что вам нужно. И он, и вы довольны. Понимаете? Это просто обмен марками. Требует большого интеллекта. Потому что нужно четко выверить баланс интересов. Кому что. Кому за сколько. Сначала, конечно, меняться я вам предлагаю недорогими марками. А потом, когда уже человек надежный будет. Дисциплинированный. Чтобы будет все аккуратно делать. Тогда уже можно договариваться об обменах уже более интересными материалами. Вот так вот. Ладно. Я заболтался. Надо пошутить как-то. Я уже пошутил. Ну давай еще раз пошучу. А что шутить-то? Вон тут такая шутка. Понимаете? Все. Покажешь какому-нибудь коллекционеру. А он затупит. Вот и шутка. А ты над ним по смеси скажешь. Ну что ж ты? Слона-то не видишь. Вон смотри, что здесь такое. Ахахаха. И весело. Так что еще один рарик у меня в коллекции. Забавная марочка, конечно. И не знаю теперь, куда ее ставить. Марки Англии или в марке СССР. А может быть в колонии? Шутку. Шутку прибавку. Так. Так. Один коллекционер пришел к другому коллекционеру. Марки принес, показывает. Тот смотрит. Говорит, ну это все понятно. Это у всех есть. Это тоже. И это. И это тоже. И это. И это ты не удивишь. Она дорогая. Но она тоже есть у всех. И у меня тоже. Там туда-сюда. Друг смотрит на марку. Говорит, а это что такое? Тот говорит, ну вот. Видишь, ты говорил, что все знаешь, что есть. А вот это-то маркет у тебя нет. Говорит, не может быть. Стал все каталоги шерстить. Там память згерошил всех обзвонил. Нет, никто не знает, что это за марка. Ну никто. Уже поднял всех самых крутых. Там во всем мире самые крутые коллекционеры, у которых там все марки есть. Каталоги из всех лет. Нету такой марки. Пришел. Ладно, сдаюсь. Говори. Колись, где ты взял такую марку и вообще с какой-то стороны и все такое. Тут так посмотрел на него. Говорит, ты ее сам нарисовал. Всем спасибо за внимание, что посмотрели ролик. Надеюсь, вам было интересно. Чем-нибудь еще поснимаю. Потому что марки у меня сейчас пришли. Какое-то количество есть, что поснимать. Вот до новых встреч. Пока-пока. Лайки можете нажать там. Подписаться туда-сюда. Счастливо. И всем удачи, любви, счастья, процветания. Всего самого наилучшего. Пока-пока.